Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Если же и ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Смотрите, какие у нас надписи. Чтобы найти в храмах православных было, я бы нигде не встречал больше. Где-то там в других местах, но в самом храме нет. А повеление того же, именно об этом состоит. Вот смотришь на евреев сегодняшнее. Занимает огромные посты, там министр. Но если он верующий, у него коробочка здесь. Ну, как у нас очки надевают, бывает где-то от пыли или от чего-то. И там у него специально написанные места писания. Выходит из дома на косяках надпись. А почему? Ну, шатры были. На стенах и шкур, там ничего не напишешь. Прямое повеление Божие. У нас этого нет. У нас это есть. И что были разные епископы у нас здесь приезжали. Бог даст, местный епископ приедет на 16 сентября. Престольный праздник будет. И интересовался надписями. Конкретно подошел и пошел считать. Только митрополит Сергий Иванников. Подошел, просчитал, как его тронуло. А где это в Библии написано? Я говорю, солнце выжило. Я тут же поднял, наискосок написано. А потом сделали, видите как. Так вот я к чему это говорю? У нас есть люди, которые пишут. Вот даже руками написано. Если сами не можете. Напишите этот стих и вывеси в доме. Мы давали, как-то привозили такие, в мире называют плакаты, транспаранты. Я стал смотреть. Я не знаю, где издавали его. Я нашел 4 важных момента, которые я бы даже не догадался. И там люди, которые писали, а они это учли. Какой размер? Дальше. Какого цвета? Желтый. Ну вот когда желтое что-то, а потом черное, как это бросается в глаза? Не белое. А там именно так, на желтом коне. И внизу написано, вместо писания, глава стихи Библии. Вот у нас трапезная здесь. Брат Владимирович, это его дом. Там 12 таких надписей. Мало того, еще свои написали где-то. Придите, посмотрите, снимите, другим покажите. Это тоже будет ваша проповедь. Мы сейчас коснемся этого стиха. Прошу дома, посудите и скажите, заказать мы нигде не можем, а вот заказывать его, хотя бы этот один стих. И хватит размышлять на ежедневном завтраке, ложась спать, поднимаясь. Почему? Потому что написано, исследуйте в Писании Я. Евангелие Тяна 7.39. Ибо через них в Писании мы думаем и жизнь вечером 5.39. Но они свидетельствуют о вечности. Ибо в этих Писаниях мы находим жизнь свою. Что такое? Еще раз прочтем. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, а Сына Его очищает нас от всякого греха. Я в первый раз увидел, не у православных написано, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Когда не знал еще ничего. Когда стал дома вникать, у нас такое есть. Но перед этим стоят три точки. Кавычки, три точки, то есть отдельная часть этого предложения. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Впереди два условия. Если эти условия не соблюдаются, и последние не выполняются. Вот в чем вся суть. Деяния апостолов. А что тут? Деяния апостолов. Шесть проповедей Анзратаус говорит, объясняет. Шесть проповедей. Заголовок объясняет. Книга про Христа Исаия. Видел я Господа. Вот смерти царя Авози. Видел Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, и края листьев на панели храма. Причем тут смерть его, когда Бог здесь. Шесть проповедей. В такую глубину входит. После него уже, скажем, 1600 лет, и никто дальше не зашел. Здесь мы сегодня увидим. Он нас куда перенесло? Сюда она причащается. В оставление грехов жизнь вечную причащается. Нет этого в Библии? Нет этого? Вот о чем суть. С кем бы я ни разговаривал, откуда это взяли? Ну, у нас принято. Ну, понятно. Речь идет о крови на Голгофе. А она так кровь ощущает его. А здесь притворение его. По каждому делу. Иди причастись. Священник уезжает. Но у него заместитель есть женщина. Там библиотека заведует. Ну, ты все знаешь, Анна. Отмечай, как? Наши пошли люди в этот день. И одна женщина задает вопрос. Сын запился. Как его? Спаси от этого. Ну, пусть придет причаститься раз-другой. Хоть стой, хоть падай. Если пьет на два года, отмечается от храма. За пределами храма должен стоять. Мы совсем ничего не знаем. Это не где-то в Барнауле. Большой храм. И это не один раз уже делали такое. Почему? В церкви есть много правил, которые запрещают причащаться. А за то, что не причастился, ни одного правила нет. А сейчас наоборот. Вышел с священник, с чашей. Кто не причащался? Наша сестра, вы знаете, Нина Желудова, сестру готовила к окрещению. Батюшка идет, она говорит, когда скажет оглашение, идите. Куда вы хотите? Чего? Выходить, вы же говорите. А у нас нет, мы это выбросили из Тургии. Это уже не Литургия и Иоанна Златоуста. Мы не видим, куда мы заползли. Не зашли, заползли. Порождение Ехиднины. Батюшка, у меня сестра готовится. Отставь. Стой и молись. Скажут, когда причаститься, причаститься. Я говорю, смотрю, где бы ей встать-то. За колонну отойти или куда-то. Лежу, она подходит, причащается. Я после спросил, а что же ты делаешь? Ты к окрещению готовишься. Ну, ну, я смотрю, ты говори, Тоник, ты счищался? Подходи. Я понял, что он прозрительный. Вот видите, что я не причищалась. Рассуждать о теле Господнем. А если не рассуждать? Вы знаете, есть такие учреждения в больнице. Здоровое там делать нечего. Есть морги, где умерших держат, исследуют, еще берут из них частицы. И есть кладбище. Так вот, самое большое повреждение причастствие дает, принимая манисверы. Из-за того многие больны и немало умирают. Когда начинаешь разговаривать с теми, причащались, запричащались. Помогло. Закопано. Это во времена Яна Златоустова очень известно было. А какие правила? Ну, я говорю, я пост не соблюдал. Нет, на два года обучаются. Правила. Женщины приходят и исповедуются. Нарисовали картину. Ну, картины, иконы-то нельзя назвать. Не где-то, а в Алтайске. Рядом с Барнаулом такой. Младенцы, убитые Ирдом, 14 тысяч. И там куски валяются, ноги отдельно. Там столпотворение женщинам. И которые болятся, то абортисам здесь прощаются грехи. Это откуда такое взрывы? В первую очередь, мощей никаких нету, нигде. Какие-то мощи, когда прикосновение к мертвым оскверляло человека. Убивали, кто их собирал вместе-то? Ну, нигде рассуждения-то у нас нету. А женщины в это верят. Есть правила, которые отлучают на 10 лет. За один аборт. Правило Василия Великого второе. 10 лет. Ну и дальше разбиваются на 4 части. Стоят за дверями. А последняя, четвертинка. Это, она не прищищается. Только она стоит уже до конца. И церковь все продумала. Случилось, она впала в грех. В жизни бывает такое. Она подошла и батюшке, я вот такой здесь. На 7 лет отлучаешься. А у меня муж ревнивый, он убьет меня. Это на соборе поняли вопрос. Стоять она может, а муж на них каждый день ходит. И он не видит, когда она прищищается. Чтобы 7 лет он не видел, что она отторгнутая. Вот как церковь-то поступает, как любящая мать. Но есть такие правила, которые отлучают на 30 лет. Я когда стал считать, даже все задрожало внутри. Да как же, 30 лет. А полжизни уходит. За что? За то, что верующий связался с неверующими и выдал их. Это другие правила. Граммский собор. Собор. За собором уже мы скрываемся только. Так повелел Господь делать. И вот здесь будет как иметь общение. С кем иметь общение? Как? Я сегодня скажу только наметку на эту. Если Господь позволит, я по счастям посмотрел. Ну и два, и два можно внестись об эту тему. Что означает ходить во свете? Что иметь общение друг с другом? Да и с кем? И когда кроме Иисуса Христа ощущает от всякого греха? Первая жертва, которую принес человек, не разумея, Ави, вот рисует, как он, овечки у него, видимо, были, заколол, и дым идет кверху. А Каин, что у него там было на поле? А гузы, а гузы, мы не знаем. Но Бог не принял, селится по земле. Ну, мы не можем никак показать, а так и думаем. Вверху Бог, а внизу мы. И что? Возревновал. Не просто говорится, а, так в тебя Бог любит больше, а Бог без любви не может. Я его уберу с дороги, и Богу некуда девать, он Бог любовь, меня будет любить. Рассуждения-то какие идут? У нас часто мы прямо касаемся этого. Когда люди причащаются, прямо говорим, да так, да притворяются, но не рассуждая о теле Господнем, которое там. Вот есть жития святых, 12 томов. Написал эти жития святой Дмитрий Ростовский, как раз на площади, около Пушкина, там в Барнауле есть Дмитрий Ростовский. Переиздается неоднократно, я его начитал 12 томов, томов. И там есть один такой случай. Я опять говорю к тем, которые не приходят каждый раз. Если два воскресенья, три не ходил, без урочительной причины, уже не член церкви. А про субботи ничего не сказано. Ну и так понятно, что они связаны между собой вечерние, это уже считается воскресная служба. И вот тогда не было машин. Каждый добирался как может. У нас сегодня маленько костыльком не может прошевелить, на машине кому-то руку поднимет. А человек ползал. Он ползет в храм. И ему видение было, оно осталось так. Ползет и Голго по рядом. И Господь говорит разбойнику, который покаялся, сойди с креста и прикоснись к нему, да исцелеет. И церковь это сохранила как действительное событие. Я не могу сказать, что верьте обязательно, но так написано, так и есть. А может быть? Да может. И он прикоснулся к нему, он встал и стал славить Бога. Мы встречаем и в Евангелии такое. Человек совершенно заброшенный. Убивал других, загрызал их. Прикосновение к Господу меняет все. Итак, кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха. Когда читаем о блудном сыне, закалите тельца откормленного. Я вам рассказывал, что телец, Голго, это Христос. Он умер за нас и кровь свою пролил. Страданием на кресте меня наскупил. Поэтому Ян Златоуст, если сегодня так рассуждать, сказали бы, он не православный. Он конкретно настаивает, что прими это, это к тебе написано. Главная книга Библии, вот если бы 66 у нас книг, а их 77. Главное считается Евангелие от Иоанна. Говорят, а почему толкование Златоуст на Матфея сделал, а на Марка Луки вообще не сделал. А они схожи. А Янца, Богослов, это совершенно отдельно. Те говорили о земном рождении, здесь говорится о небесном, откуда его происхождение. И вот в этом Евангелии, какая глава, самая главная, 3-я, а стих 16-й. Называется «Библия в миниатюре». Тоже можно выписать. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Ню не погиб, но имел жизнь вечную. Вы просто попробуйте наше рукой по возможности. Напишите, считайте несколько раз. С людьми встретитесь где-то. Отдельные бумажки сделайте, картоночки. Захлейте там скотчем, чтобы не стиралось. И кому-то подарить. Да у нас много такого, просто на каких-то типографиях там побывали. Все это видно. Это уже проповедь. Так возлюбил Бог мир. Дабы всякий, слово всякий принадлежит тебе. Поставь свое имя туда. Он за меня умер. Вот Ян Златуус прямо настаивает постоянно. Не просто умер, а за меня умер. Его не воина распяли, я его распял своим грехом. И он просит, прости, не знает, что худо творят. Это о нас говорится. Итак, милостью Божией, если Господь позволит, мы сегодня посмотрим, что такое ходить во свете. Псалом 35.10. Мы-то в век электроники, везде свет. По терятке первые годы у нас было, купили лампы. Там семилинейная, десятилейная называлась. Флягами тут керосину накупили. Не было. Ну а были-то во тьме или во свете. Значит, свет что-то другое. Господь о себе говорит. Вот свет. Ибо у тебя источник жизни. Во свете твоем мы видим свет. Во свете понимания Христова мы узнаем свет там, где есть. Вот сегодня мы пришли. А есть люди у нас, которые... Никакой причины нет. В субботних их нет. Я уже неоднократно говорил. Братья, вы теряете очень много. Очень много теряете. И вы будете искать, и не найдете. Жены, повлияйте положительно на мужа и своих. Мужья на жен. И так-то считать полупустой храм. Субботы нету. Знаю, ничем не занимается. Прихожу, боязно сказать-то. Значит, а я совсем не буду ходить. Некоторые так уже и есть. Сначала вина, что я здесь. Меня нету. Перестали на занятиях. Они теперь вообще не ходят. Ну только если кто-то умрет домашний. Тут один раз деваться не будет. Почему так? А с малого начинается. И поэтому миссия Христова – это движение вперед. Все время ты должен двигаться. В субботний вечер выйди, скажи, в последний раз. Храм и сегодня-завтра отбилут у нас. Потому что приближается единая вера на земле. Уже вплотную подошли. Уже объявлено. Пришествие миссии в Израиле объявили. Строительство храма. Уже отпускают деньги. Считаешь, как будто он здесь есть. Все религии будут запрещены. Ну и все, сейчас пришли, конфисковали. Там наши иконки, эти кому не нужны. И все. Вот тогда мы вас плачем горькими слезами. Какие были возможности? Сколько мы упустили? На занятиях вот сегодня нету. Что, занимайтесь божественным? Воскресный день. Ну и сами себе поставьте правила. Никто за руку не тащит. Но вы многое теряете. Очень и очень многое. Сегодня по интернету вот мы занимаемся. Каждое утро у нас дозвон делается и молитва идет. Вот. Не считать за благо, что ребенка забрали и теперь отправляют на фронт. И Мать Ему теперь с нами встречается в утренних дневные молитвы через каждые два часа. У нас все отнимется. Мы бросимся тогда искать, где. Сегодня надо не просто ползти. И не просто шагать, а бежать. Апостол Павел в послании к Алинахам говорит. На листалище, то есть в стадионе, многие бегут. Но награду получает один. Итак, бегите, чтобы получить. Бегите. Речь, конечно, идет не о чем-то. Хотя греки бегать умели. Однажды, попутно скажу, случилась битва, была одержана победа. И надо сообщить. Нет никого. Лошадей поколотили. И один вызвался бежать. И он прибежал, успел сказать только победа за нами. Пал и умер. Видимо, специально веревку сделали и посчитали, сколько он пробежал. 42 километра, там 195 метров. Это марафонский бег в Олимпийских играх сегодня. Он ушел. Он не знает, что это будет всемирно известно. И мы, находясь за тысячи километров, за тысячи столетий, узнали, как радостно сказать о победе. О победе Христа над злом. О твоей победе с помощью Христа. Сколько встречаются людей? Ну, я ежедневно это встречаю, в интернете приходят. Вот мы натолкнулись на ваши ресурсы. Я не мог избавиться от пьянца. Теперь даже глядеть не могу. Новые и новые души приходят. Ну, батюшка наш как-то сказал, я говорю, во время крещения. И он говорит, вот сколько людей крестов, то ни одного горяча через меня нет. Сам о себе говорит. Батюшка, надо двери открыть. Я знаю священника один, который двери не закрывал. Кончилось моление, все разошлись, а он все еще в храме сидит. А кто это такой? Отец Геннадий Фас, бывший миноним, немец. В моем доме он стал христианином, православным. И в это время заходят мужную, да храм-то не закрытый, давай посмотрим икону. Зашли, батюшка сидит, разговорились. Город Лесосибирск. И обратилась семья, если этот зашедший стал священником, Юревич. Он приезжал даже с сыном, в лагере был. Видите как, не закрытая дверь. У врача дверь не должна запираться, у священника должна быть открытая. Виктор Гюгос сказал об этом. Конечно, ночью надо закрываться, и все-таки выйти надо к народу. Люди, некоторые вообще ничего не знают. Как они придут, если не говорить? Вы видели, сколько нынче людей приходило? Это не первый год приезжают. 15 человек. Так остальные это люди, может 150, которым вы указали, где крестят полное погружение, не едете далеко. У нас приехали с Ливана были, Италии, Франции, Германии. Священники вообще отказываются крестить. Тебя побрызгали, и все. Один вышел с насосом велосипедным, где брызга попала, там крещен. Ну что, не безумие, разуме-то. Слово «крещение» переводится на всех языках одинаково. По-немецки «таупон», по-гречески «баптизм», «погружение». Слово «крещение» не переводится. Погружение. Где оно «погружение»? Погружение умер и воскрес. И чтобы нам было понятно, что мы ходим во свете Христовом, начнем с сегодняшнего дня. Тем более приближается пост на две недели. Как Господь позволит это? Еще раз прочитаем. Ибо у тебя есть источник жизни, и во свете твоем мы видим свет. Во свете Господнем. В этот свет мы его видели. Нам Бог открылся. Что Он умер за нас. И вот начинают же беседовать неправославные. В одной только Америке 21 тысяча разных сект. Назвать динаминацией конфессии. 21 тысяча, которые неправославные. У которых в руках Библия. Но друг друга не признают. И каждый говорит, переходи ко мне. Спасешься. Если бы они знали то богатство, которое у православных, толкование на все, соборы, имея к ним благоговение. Так сказали? Я по-другому не могу мыслить. Так сказала церковь. Церковь. Дальше. Псалом 55, 14. Хотя бы кромочку. Ибо ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил и пред лицом Божиим во свете живых. Господь останавливает, чтобы не спотыкались во свете. Свет – это освящение и разумение. Меня спрашивали как-то. Вот вы знали великих людей, которые были верующими, а потом стали безбожьи. Я не знаю. И мне дается ответ. Карл Марц, слышали, марксизм или нет. У него сочинение было на аттестат, когда. Пятнадцатая глава Евангелия от Иоанна. Я истинная виноградная лоза в ветви. Пятерка стоит. Как он написал. Если кто желает, я могу просто дать посчитать. Даже не верится. А как? А постепенно. В храм уже не ходить. Ну а дальше все пойдет. Каждая возможность побывать где-то. Вот священник уехал, у нас его, ну бывает он где-то, ездит батюшка. Если два-три воскресных там, в дороге, он не был в храме, его запрещают служение. Ну я далеко был, правило, далеко не ездил. Но чтобы воскресный день, не получилось так, два воскресенья, а тебя нигде не было. Церковь заботилась об этом, заботилась под наказанием. Псалом 88, 16. Ходить во свете его, понимать, разумение, мозги просвещенные сердца. Блажен народ, знающий трудный зов, они ходят во свете лица твоего, Господи. Трубный зов. Трубу кустам твоим. И это означает, прав, где-то нападает. Вы слышите о чем? Я говорю, Псалом 88, 16, еще раз прочитай, там, брат. Блажен народ, знающий трудный зов. Блажен народ, блажен, то есть счастлив, по-другому не называется, счастлив. А раз счастлив, значит, у тебя все открыто, ты знаешь истину. И когда блажен? Они ходят во свете лица твоего, Господи. Давид это знал, воспевал это. Мы многое пропускаем. Вот сколько времени проводим за столом, когда обедаем? Сложить на сверденье, еще получится. Ну, хотя десяти минут, а демень для Бога. Питаться Словом Божиим. Маленький ребенок. Маленький, ты берешь, скажи, это Библия большая. Позволь ему пролистать листики как-то. Приучайся сейчас. Это может остаться. У нас этого в памяти не было. Евангелия мы не знали. Не было. Была церковная там книга, большие поля. Ну и брат там рисовал лес и со ступеньки, и мы лезем. Мы выйдем к нему или нет. А поля там, которые чисты, а бумаг-то не было нигде. И через это, я не знаю, как брат, а мне Господь позволил эти молитвы замучивать наизусть. И верить, что это помогает. Помогает здесь. А что я погибший, мне никогда не было мысли, что я спасусь. На иконах, да, они святые. А я с малых лет мне Господь показал, спастись невозможно. Да коли не открыл истину, что Он умер за нас, и наши беззакония, грехи взял на себя и был распятый. Исайя 2.5 О, дом Якова, придите и будем ходить во свете Господнем. Призыв какой. Что в во свете надо призвать. Во свете святая Библия. Это общение друг с другом. Что-то скажут. Какое-то горе у тебя. Не прячься. Открой. Двое или трое. Не написано один по морю, а двое или трое. О чем не попросите, получите. Ну, имею близких людей, от которых не прячься. И скажи, у меня вот такая беда какая-то или что-то. А что здесь делать? Научиться надо смотреть вокруг нас и видеть. Я сегодня утром рано. Просто маленьким делом пока сказать. Господь как сказал, рыбаки, будет тело в самих человеках. А если не рыбак? Я первый раз сегодня увидел столько рыбаков, только ловят они и не это. Туман, роса и солнце. И вот здесь вот идешь, как крапива. Почти на каждом ботыльке отдельная сетка, которую он ловит. Труженики. Я немножко снял, чтобы показать. В природе все установлено, чтобы работали, работали и видели, что тебе в пищу положено. Дальше. Лука, 12.3. Посему, что вы сказали в темноте, то вы слышите во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Что ты говорил неправильно, то другое прицель мира будет явлено. Там, на следе Божьем, никто не будет отпираться. Неверующих за гробом нет. Только человек закрыл глаза, душа только оторвалась. Его сразу видит. Видит демонов, видит огонь. Все кончилось. Ему не надо убеждать ничего. Он увидел реальность настоящая, только началась. Так вот это надо принять себе и верить. Будет судный день. И что тогда говорить? Это тайна, что освет, это освещение перед всей вселенной. Мы не знаем, сколько суд будет. Он у самой, она говорит, 50 тысяч лет. Ну откуда они взяли, непонятно. Ну что, каждое дело будет перед вселенной рассмотрено, это абсолютно точно. Как вспомнишь, что да когда, действительно лучше бы не родиться. Но когда знаешь, за тебя Христос умер, благодарение Богу. Первая Иоанна 2,9. Откуда начали вернуться туда? Первая Иоанна, вторая глава, 9-й, 10-й стих. Вторая глава. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Ну, как просто. Ну, апостол-то всех любил брата, брата верующего. А не те киллеры, которые за поклялисть ни пить, ни есть, пока не убьют Павла. Про них речь идет. А в Газар сказали, я вот митрополиту несколько раз говорю, Владыка, подумайте об этом, чтобы нас заочно не разлучили. Его отношение к нам особое, благоговейное. Он там, в пример, ставит перед священниками, где только бывает. Владыка, а он вот так показал, говорит, уже рогами стучатся с всех сторон, чтобы нас поссорить. Ну, он не принимает, и вся рассыпается, и как будто никогда не было. Дальше, Колоссиным, они 12, еще отниму время немного, 12 по 20 стих. Колоссиным, первая глава, с 12 по 20 стих. Потому что предложение такое длинное, не стал его отрывать. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ветшего царства возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощения грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой тварью. Крови, вот сказать как раз попутно, об этом говорили где, спасением Голгофской крови. А прищащаемся, кто не ест плоти Сына Человеческой, не имеет в себе жизни. То есть он мертвый человек. Его не расшевелить нельзя никак, это счастье не может помочь ему. Определенно и четко говорится, кто не будет прищащаться, не будет иметь в себе жизни. Жизнь здесь на земле. Прищащаешься, он как огонь гореть будет. И могут запретить? Нет, не могут. Никак. Но советская власть как здорово обращалась? Моя биография-то была. Где-то что-то они сделали, не знаю, за то, что я молюсь, меня не трогать. Судья еще только пригород уносит. Кто крестится здесь, вывезти его из зала. Я кричусь, не трогают. Теперь на зоне. Там разные нации, люди. Предупредили всех, кто ко мне будет подходить беседовать. Щеринки от лопаты. Буквально убивают. А мне нигде не запрещено. С кем я с любым мог разговаривать? Значит, речь идет, как мы себя поведем. Не тогда, когда люди к нам присоединяются, а скажи другое. Я с ним беседовал. Он в Казахстане. Я в Казахстане отбывал тогда, в Жамбульской области, в городе Жанатас. Ну и думаю, а что с него спрашивать, он не знает. А он вдруг вопрос такой задал, что и верующий не всегда ответит. Что такое филиоквы? Когда-то случилось. А почему вы считаете это так? Только приходит полуживой и говорит, увидели, что я к вам подошел, сейчас вызвали его оттуда, били как попало. Поэтому надо возможность уметь к первому подходить. Нам льгота дается. Мы дети Божии, мы все счастливее на всей земле. До 20 стиха. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, власти ли, все ими для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава, тело церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством его примирить с собой все, умиритворив через него кровью, креста его, и земное, и небесное. Вот как. Тут у нас висел на этой стороне, там он, и сказал Иисус, идите по всему миру, проповедуйте в Англии все твари. Видимо, здесь мало выходит, а больше туда. Вот тут пока привели в порядок, туда повесили. Может, даже люди не догадывались, которые делали, но я думаю, Бог их руками это сделал. Чтобы еще раз нам сказать, не молчите. Идите по всему миру и проповедуйте в Англии все твари. Вот, ну, у вас же нет таких, которые запечатаны, никуда не уходят. Ну, тоже бываете везде. И где бы вы ни были, идите по всему миру. Едете или летите, или. Откровение 21-24. Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою. Вот как. Это говорится о вечности, где будет свет. И там написано, есть листья и сырения. Какое сырение, когда болезни там нету? До тончайшего разумения Святой Библии. Богу нашему славу во веки веков. Аминь.